Героям небесной сотни посвящена бронзовая звезда на аллее славы рядом с Советом Европы в Страсбурге. Идея ее установки принадлежит украинским волонтерам, которые живут во Франции. Почему звезда сопровождается цитатой Тараса Шевченко и какое отношение к ней имеют налистники, моя коллега Юлия Башко встретилась с волонтерами, которые изготовили памятный знак и узнала интересные подробности. Звезда, посвященная героям небесной сотни, стала девятой на аллее славы рядом с Советом Европы. Рядом такие известные деятели, как Папа Римский Франциск, 44-й президент США Барак Обама и немецкий композитор Роберт Шуман. К сожалению, мы могли сделать только одну звезду, поэтому решили объединить в одной звезде две идеи. Мы посвятили ее небесной сотне, тем, кто отдал жизни за европейскую страну. И с другой стороны, мы процитировали Тараса Шевченко. Цитату Кобзаря «За вас правда, за вас слава» и «Воля» перевели на французский, как и весь остальной текст. Воплотили в жизнь оригинальную идею украинцы, которые живут во Франции. Для изготовления звезды они собрали более трех тысяч евро. Один из видов сбора денег – это продажа налистников, тонких блинов. Мы печем их два раза в год. Эта акция очень популярна здесь. Многие люди полюбили наше блюдо. Мы продаем налистники с разными начинками – с вареньем, с медом, с сыром. С одной стороны, это пропаганда украинской культуры. Люди интересуются нашими традициями. С другой стороны, это помощь. Только за один день мы собираем до двух тысяч евро. Украинцы Страсбурга объединились в общественную организацию пять лет назад. Вначале они помогали военным на Донбассе. Позже появилось еще несколько направлений. Вадим и Елена Кудря координируют помощь семьям в серой зоне, недалеко от оккупированной территории. Часть денег, которые мы собирали на рождественском ярмарке, пошла на то, чтобы помочь людям купить дрова. Мы собираем деньги и рассказываем, что происходит на Донбассе. Еще один проект – артерапия для детей при фронтовой зоне на Донбассе. Из Франции передают ткани все необходимое для изготовления поделок. Волонтеры проводят мастер-классы с этими детьми, чтобы они чувствовали, что они украинцы. Украина с ними, что она – часть культуры. Это также лечение души, которая страдает от войны. В ответ они нам прислали куклы-мотанки, которые они сделали своими руками. Мы очень гордимся ими. В сборе средств огромное значение имеет рождественская ярмарка в Страсбурге. На нее приезжают тысячи туристов. Мэрия бесплатно предоставляет нам третий год подряд шале – место возле главной рождественской елки мира – марше де Нуэль. Мы продаем сувениры, которые исключительно сделаны в Украине или детьми, которых мы поддерживаем соцпроектами. В мае украинцы готовятся к масштабной весенней ярмарке. В этом году у них много новых проектов. Из Страсбурга Юлия Башко, Владислав Гапон.